добрый день добрый вечер глубоко уважаемые коллеги собственно время уже практически пришло осталась одна минута ну вот буквально уже 20.00 и так я очень рада приветствовать вас на таком интересном на такой интересной лекции на таком интересном обзоре который будет посвящен обзор изменений в клинических рекомендациях и эта лекция открывает серию целую целую серию тематических лекций посвященные обзору изменений в клинреках и на самом деле неспроста потому что и неспроста мы начинаем с меланомы потому что именно меланома 6 декабря обновилась в рубрикаторе на здраво и собственно с нее мы и решили начать наши такие обзоры на платформе русская за что на самом деле им огромное спасибо за поддержку этой идеи которая очень важна для практикующих врачей особенно в регионах потому что как мы уже обсуждали на дискуссионном клубе в прошлом году клинические рекомендации являются нашим основным документом на который мы должны опираться в рамках принятия клинических решений по лечению пациентов и к сожалению три года не обновлялись клинические рекомендации в рубрикаторе очень много на эту тему говорилось очень много существует различных нюансов касающихся клинических рекомендаций правовых особенностей и так далее также касающиеся правовые особенности практических рекомендаций русско и конечно вот такой камень преткновения того что клинические рекомендации не так уж часто обновляются по сравнению с практическими рекомендациями он действительно имеет место быть в нашем практическом здравоохранении но вот наконец-то мы уже дождались того что клинические рекомендации начали обновляться и на самом деле на протяжении этого года не только меланома и еще пара клинических рекомендаций обновятся наверное обновлений будет гораздо больше и собственно мы для вас с командой нашей с комитета молодых онкологов русско будем проводить такие тематические лекции для того чтобы вы смогли быстрее как бы легче точнее адаптироваться к этим изменениям так как линрек кто им не пользуется довольно большой документ и изменения могут коснуться абсолютно любого раздела начиная диагностики заканчивая реабилитация диспансерным наблюдением поэтому мы взяли на себя задачу проанализировать версии с новыми версиями и собственно показать вам ключевые изменения которые мы теперь должны на которые которые мы теперь должны применять собственно абсолютно правильно законно в нашей реальной практике что еще хочу сказать вот в преддверии вот этого в преддверии вот этой вот этой нашей лекции вот этой нашей конференции сегодняшней что мы не просто так проводим данный обзор на платформе русско мы с вами прекрасно знаем и любим ценим и уважаем российское общество клинической онкологии за тот труд который который проводится ежегодно экспертами русско в рамках создания написания практических рекомендаций которые для нас являются просто настольными книгами незаменимыми самыми лучшими и крутыми но мы говорим о клинических рекомендациях на площадке русской именно потому что именно российское общество клинической онкологии являются одними из ключевых авторов всех клинических рекомендаций по онкологии поэтому помимо практических рекомендаций безусловно эксперты русско для нас еще и создают клинические рекомендации что очень важно и собственно именно поэтому мы обсуждаем это также в рамках данной площадки ну собственно несмотря на то что данный клинрек полностью заменил предыдущую версию еще 6 декабря в рубрикаторе мездрава тем не менее в соответствии с постановлением правительства российской федерации этот клинрек вступил официально в силу именно с 1 января 2024 года вот поэтому спокойно мы этим пользуемся клинической рекомендации и радуемся тому что там появились некоторые изменения будут ли изменения и до 2025 года в рамках этих клинических рекомендаций сказать сложно потому что сам процесс разработки утверждения клинических рекомендаций он довольно такой продолжительный также обсуждали в рамках дискуссионного клуба 2 декабря мы кстати продолжим эту тему обсуждать еще и в рамках дискуссионного клуба 27 января который будет касаться ксг но затронем эту тему но сейчас конечно собственно это не имеет какого-то существенного значения а и кстати хочу сказать о том что мы сегодня проводим эту лекцию по меланомии еще также в преддверии большой ежегодной конференции русская меланома которая состоится уже на следующей неделе поэтому я с большим удовольствием радостью также вас приглашаю на данную интересную конференцию и так как так как я сказала что ключи что изменения в клиническом в клинических рекомендациях могут коснуться абсолютно любого раздела то есть мы анализируем не только раздел в лечение но и все разделы когда проводим сравнение предыдущей версии с новой но что касается меланомы то здесь к ней на ключевые изменения коснулись только раздела лечения все остальные разделы остались без изменений что на самом деле нам сильно облегчает задачу и так ключевые изменения в данной версии клинических рекомендаций коснулись одевантной терапии появилась у нас но новая опция опция неодевантной терапии появились новые опции в системной терапии то есть в лечении метастатического меланомы кожи и что меня на самом деле очень сильно порадовало и что мне очень импонирует это то что наконец-то в этой версии клинических рекомендаций эксперты очень четко и очень широко расписали информацию по тактике лечения пациента с метастазами у головной мозг сразу забегая вперед хочу сказать что кленрек называется меланома кожи и слизистых оболочек то есть мы с вами знаем что там у нас есть опции и для меланомы кожи и для слизистых оболочек но изменения касаемый меланомы слизистых не никаких нету в клинических рекомендациях поэтому мы сегодня об этом не говорим все изменения они коснулись только тактики лечения меланомы кожи и первое изменение это одевантная терапия. Для пациентов 2-й Б и 2-й С стадии в клинических рекомендациях появилась опция пембролизумаба. Наверняка для всех слушателей, кто сегодня подключился, эта опция не является каким-то открытием, чем-то новым, потому что данная опция ранее была включена уже практически рекомендацией русской. Возможно, у вас даже есть пациенты, которым вы уже назначали в диванте пембролизумаб. Однако, в предыдущей версии клинических рекомендаций, конечно же, для данной категории пациентов подразумевала только лишь назначение интерферона альфа в адювантном режиме, но сегодня, собственно, у нас появилась новая опция, и это включение данной опции в клинический рек произошло на основании результатов исследования КИНО-716, исследования третьей фазы, исследования, в котором сравнивалось адювантное назначение пембролизумаба по сравнению с плацепо. Довольно-таки большое количество пациентов было включено в исследование, одинаковая рандомизация на две группы пациентов, но в результате данного исследования было показано довольно-таки значимый выигрыш выживаемости без прогрессирования и безразивной выживаемости для пациентов, которые получали после оперативного лечения, собственно, на протяжении 12 месяцев пембролизумаб. Ну, FDA, безусловно, одобрил данное показание гораздо раньше, у нас появилось в клинических рекомендациях только с этого года, свободно можем назначать. Хочу обратить ваше внимание на знак решетки перед названием пембролизумаба. Если кто вдруг не знает, я напомню, что знак решетки в клинических рекомендациях говорит об оффлейбе назначения, то есть данное показание отсутствует в официальной инструкции для пембролизумаба на сегодняшний день. Но при этом, при всем, все, что касаемо оффлейбла и все, что включено, любой оффлейбл, который включен в клинические рекомендации, на самом деле облегчает нам гораздо задачу, облегчает в плане того, что нам не требуется брать с пациентов дополнительное формирование добровольное согласие и также согласовывать эту тактику назначения данной опции через решение врачебной комиссии в своей медицинской организации. То есть для того, чтобы назначить пембролизумаб по флейбле в соответствии с данным клиникам, достаточно просто подтвердить данное назначение протоколом врачебного консилиума. Собственно, следующий подход к адюванту, который у нас есть в клинических рекомендациях, он на самом деле был и остался. Просто я позволю себе напомнить про эту обособленную отдельную группу пациентов. Это пациенты с четвертой стадии или пациенты, у которых были отдаленные метастазы, но они прооперированы в объеме ренольной резекции. Это категория пациентов, которые тоже относятся к адювантной терапии и для них на сегодняшний день, независимо от мутационного статуса, существует единственная опция адюванта. То есть мы говорим о данной категории, с одной стороны, о данной категории пациентов именно с точки зрения того, что мы в случае полного удаления отдаленных метастазов проводим лечение пациентов не до прогрессирования либо непереносимой токсичности, а именно в рамках адюванта. И одной только опцией существующей для них на сегодняшний день это опция неволумаба в трех различных дозировках. И на самом деле об этом подходе важно помнить, потому что этот подход имеет за собой научно обоснованные доказательства. Это первое исследование, в котором включались пациенты с четвертой стадии, с третьей B3-C стадии, но здесь упор делается, конечно, на четвертую стадию с полным удалением отдаленных метастазов. Это первое исследование, которое показало колоссальный выигрыш выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости при терапии неволумаба в стандартных дозировках у этой неблагоприятной категории пациентов. В результате данного исследования сравнивалась опция неволумаба против эпилемумаба, причем эпилемумаб сравнивался также в дозировке, оценивался также в дозировке 10 мг на 1 кг. Это дозировка, которая не зарегистрирована в нашей стране. И здесь был, конечно, показан, был достигнут потрясающий выигрыш выживаемости без прогрессирования в пользу неволумаба по сравнению с эпилемумабом. Но при этом при всем статистически значимых различий в общей выживаемости в обеих группах между неволумабом и эпилемумабом не было достигнута, тем не менее, несмотря на то, что профиль токсичности эпилемумаба был значительно хуже по сравнению с неволумабом, поэтому исследователи пришли к выводу, и, собственно, данное показание, данное назначение имеет важное значение именно в выигрыше именно для вот этой категории неблагоприятных пациентов. И на самом деле это сегодня единственное исследование, которое показывает преимущество адюванта для этих пациентов независимо от, собственно, распространенности процесса, но с условием, что все отдаленные метастазы пациентов полностью резицированы. Новая опция, про которую, собственно, наверное, не такая уж и новая, потому что весь прошлый год на всех конференциях неодювант стал таким прорывным подходом к лечению меланомы кожи, касаемо лечения пациентов с 3-3-3-3-3 стадии. Действительно, весь прошлый год на всех конференциях, включая ежегодную конференцию русского меланомия, которая проходила также в прошлом году в январе в Москве, аналогично результаты, неодюванта, результаты данного исследования, на основании которого пембролизумаб сегодня вошел в качестве неодюванта в наши клинические рекомендации, также активно обсуждались. Но здесь мы с вами получили опцию пембролизумаба в стандартной дозировке, в количестве трех курсов перед операцией и с последующим проведением лимфодисекции и последующим проведением адювантной иммунотерапии, аналогично пембролизумабам, с общим количеством введений препарата, равным 18. Это текст из клинических рекомендаций. Я его просто показываю, обращаю ваше внимание о том, что обязательно для этой категории пациентов является после лимфодисекция оценка патоморфологического ответа. И обязательным моментом является тот факт, что если пациенты спрогрессировали на фоне предоперационной иммунотерапии, то тактика адювантной терапии должна будет в последующем меняться в зависимости от мутационного статуса. И, собственно, таблица 8, которая представлена в клинических рекомендациях, она аналогична. Она представляет для нас с вами варианты адювантной терапии пациентов с третьей бета и т.д. стадии в зависимости от мулькарно-генетического исследования. Собственно, данные подходы для нас уже адюванта пациентов с третьей стадии являются не новыми, поэтому ничего существенного в клинических рекомендациях касаемо этой категории пациентов не меняется. Но касаемо пациентов, которые получили нейлодивант, здесь надо быть внимательным. И если мы выявляем у пациентов с этой стадии бравмутацию, то, соответственно, мы должны поменять пембролизумаб на комбинированную таргетную терапию доброфенивым и стамитенивым. Собственно, включение данной опции в наши клинические рекомендации произошло на основании результатов исследования СВОКС-S1801. Это исследование второй фазы. Это исследование, в котором пациенты были рандомизированы, собственно, один к одному на два рукава. Первая группа пациентов получала исключительно на первом этапе хирургическое лечение с последующей адювантной терапией тембролизумаба в количестве 18 курсов. Вторая группа пациентов получала три курса предоперационной иммунотерапии, последующей хирургической лимфодисекцией и последующим проведением рандивантного решения 15 курсов тембролизумаба. Ну, собственно, на основании, в результате данного исследования были получены результаты значительного выигрыша выживаемости без прогрессирования для группы пациентов из неодеванта. Аналогичные результаты были получены при оценке общей выживаемости. Различие безобъективной выживаемости в зависимости от характеристик пациентов, которые были включены в исследования, для группы пациентов из неодеванта не было особо никаких характеристик, то есть не было получено какой-то явно отдельно группы пациентов, которые больше получают выигрыш неодеванта. Практически все включенные в исследование пациенты, независимо от их характеристик, получали выигрыш неодеванта. Ну, здесь, конечно, бросается в глаза вот эта категория пациентов с третьей D-стадии, однако их не так много было включено в исследование, поэтому, собственно, о существенных различиях здесь аналогично также не было получено. Еще одно исследование, на которое я хочу обратить ваше внимание, тоже касаемо иммунотерапии неодеванта. Но здесь, правда, исследования, в которых в качестве неодеванной терапии применялся на него МАП. И это два исследования, вопасти неоисследования Прада, они такие два исследования, которые дополняют друг друга. И в этих исследованиях, что интересно, несмотря на то, что небольшое количество пациентов было само по себе включено в исследование, что интересно, здесь оценивался подход к неодевантной иммунотерапии с точки зрения достижения ответов на фоне неодевантной иммунотерапии и в последующем деление пациентов на две большие подгруппы. Группа пациентов, у которых был достигнут полный ответ на неодевантную иммунотерапию и группа пациентов, у которых не был достигнут полный ответ на неодевантную иммунотерапию. В последующем обе эти группы делились еще на две подгруппы, еще на два рукава. Пациентов, у которых был достигнут полный ответ на неодевантный неболумаб, им либо проводили лимфодисекцию, либо не проводили. И группа пациентов, у которых не был достигнут полный ответ, им проводили лимфодисекцию и затем проводили или не проводили девантную терапию. Что здесь было интересного показано? В группе пациентов, у которых был достигнут полный ответ, было показано, что независимо от того, проводилась ли лимфодиссекция пациентам, либо не проводилась, выживаемость без прогрессирования и безритивная выживаемость практически была у пациентов идентичная. Исследователи в публикации пришли к выводу о том, что потенциально для этой категории пациентов, в принципе, можно, наверное, было бы и не проводить последующую лимфодиссекцию, как инвизивное вмешательство и так далее. Но совершенно другая ситуация касается пациентов, у которых не был достигнут полный ответ, и у этих пациентов, безусловно, в обеих группах проводилась лимфодиссекция, а дальше уже проводился одевантный неволумаб, либо не проводился. А, кстати, в данное исследование также включались пациенты с наличием брав мутации, и также им проводилась комбинированная таргетная терапия в одеванте. Но, собственно, там была небольшая выборка пациентов, это на самом деле не имеет каких-то ключевых, таких существенных значений. Однако, что важно обращать на себя внимание, это, конечно, довольно-таки большие различия в данных выживаемости без прогрессирования и безрецептной выживаемости в обеих группах пациентов. И, безусловно, пациенты, у которых не проводилась одевантная иммунотерапия после выполнения лимфодиссекции, конечно, имели худшие данные по выживаемости по сравнению с пациентами, у которых проводилась одевантная терапия. Следующие изменения, они будут касаться изменений, добавления, появления новых опций в системной терапии. И наибольшее количество изменений, конечно, коснулись выбора первой линии терапии у пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой кожи с мутацией в генебра. Собственно, для пациентов, у которых нет мутации в генебра, для них первая линия осталась без изменений, там все осталось на прежнем уровне. Но вот новые опции появились у нас для пациентов с наличием мутации. Итак, новая абсолютно опция для нас, включенная в клинические рекомендации, опция комбинированной таргетной терапии Н-Карафиниба-Бенеметиниба. Также появилась опция монотерапия Н-Карафиниба, обращаю ваше внимание, со знаком решетка, то есть у флейбл назначения. Совершенно новая и странная комбинация, интересная комбинация пембролизумаба с эпилимумабом. И две тройные комбинации, комбинация тезолизумаба с вимурафинибом-кубиметинибом и комбинация пембролизумаба с доброфинибом-траметинибом. Но, собственно, Н-Карафиниб-Бенеметиниб, на самом деле, кто следит за обновлениями, за тем, как быстро, за тем, что одабривает FDA, на самом деле, в принципе, комбинация на слуху, эти препараты также на слуху, потому что сегодня они активно исследуются и уже есть регистрация Н-Карафиниба, по-моему, если я не ошибаюсь, в нозологии кулактального рака. Также они исследуются для немалкоклеточного рака легких и показывают довольно-таки хорошие результаты и в том числе и в других нозологиях помимо мелановой кожи. Ну, собственно, комбинация Н-Карафиниба-Бенеметиниба, исследование Коламбус третьей фазы, трехрукавное исследование, ну, собственно, из дизайна исследования, в принципе, все понятно. Сравнение комбинации Н-Карафиниба с Бенеметинибом против монотерапии Вим-Карафиниба и монотерапии Н-Карафиниба. Первичной конечной точкой в исследовании была оценка частоты объективных ответов, ну, и тут, безусловно, в этом исследовании было продемонстрировано достижение объективных ответов 64% в пользу дуплета и, соответственно, конечно же, менее привлекательная частота объективных ответов для монотерапии. Однако, обращая на себя внимание, это комбинация Н-Карафиниба, при которой частично объективный ответ достигался лучше по сравнению с монотерапией Вим-Карафиниба. Также хочу обратить ваше внимание на то, что это еще одно исследование комбинированной таргетной терапии, в которую не включались пациенты с метастазами в головной мозг, и это являлось критерием исключения. Фактически, дизайн исследования очень похож, точнее, критерии включения-исключения очень похожи на исследования, которые мы уже знаем по комбинированной таргетной терапии Д-Карафиниба с Трамитинибом и Бим-Карафиниба с Карафинибом. Ну, собственно, пятилетняя оценка выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости на дальнейшем слайде также для этих пациентов показала преимущество в пользу двойной комбинации по сравнению с монотерапией. Однако, опять же, обращает на себя внимание преимущество монотерапии Д-Карафинибом на Д-Карафинибом, что тоже на самом деле интересно. В целом, результаты данных выживаемости в данном исследовании практически сопоставимы с теми исследованиями, с теми результатами, которые были получены при изучении, при исследовании эффективности двойных комбинаций, которые уже нам более знакомы и, собственно, которые уже, в принципе, нами применяются в нашей постоянной рутинной практике. Что касаемо каких-то отдельных характеристик, какие группы пациентов получают наибольший выигрыш данной комбинации, интересно было продемонстрировано, что пациенты с более редким вариантом мутации в гене-бравку, в мутации В600К, почему-то получили наибольший выигрыш от данной комбинации по сравнению с пациентами из мутации в гене В600Е. Хотя обе группы пациентов получают выигрыш от применения данной комбинации. Что касаемо профиля токсичности этой комбинации, то здесь не могу сказать, что есть какая-то уникальная токсичность, отличающаяся от комбинации допрофиниба с тромитинейбом, перексия, кожная токсичность. Однако появляется новый вариант токсичности, это макулопатия. Правда, чистота их не такая уж и серьезная, и в целом комбинация переносится довольно-таки хорошо. В нашей стране данная комбинация была зарегистрирована 27 октября 2022 года. На сегодняшний день оба препарата зарегистрированы по одному показанию. Это для лечения пациентов с неоперабельной или метастетической меланомой с мутацией в гене-бравку В600. Торговые названия – бравтови и миктови, соответственно. Что хочу сказать по поводу обновления клиника статистических групп. К сожалению, возможно, я, конечно, поспешно сейчас об этом говорю, но тот группировщик, который мы уже видели, на 2024 год, к сожалению, не включает данную комбинацию. Может быть, конечно, через пару дней что-то поменяется, и все-таки эта комбинация окажется в КСГ, но пока на сегодняшний день, несмотря на то, что Клинрек обновился, пока данной комбинации в клинических рекомендациях нет. Поэтому, возможно, где-то в регионах будут какие-то ограничения еще пока по применению данной комбинации. Следующее, о чем мы поговорим, это тройные комбинации. И здесь, конечно же, внимательно прочитайте клинический Клинрек по поводу тройных комбинаций, потому что, на самом деле, несмотря на то, что в обоих исследованиях, исследования МСПАР-150 и исследования КИНО-22, несмотря на то, что тройные комбинации имели выигрыш по выживаемости без прогрессирования, по частоте объективных ответов в обоих исследованиях над двойной комбинацией, тем не менее, остается непонятным все-таки для кого, кому все-таки назначать тройные комбинации. В критериях включения и исключения в обоих этих исследованиях, что МСПАР-150, что исследования КИНО-22, фактически включены одни и те же. Фактически, критерии включения и исключения идентичны. Каких-то уникальных подгрупповых анализов в обоих исследованиях нет. Но, тем не менее, мы получаем данные о том, что триплеты являются наиболее эффективными по сравнению с дуплетами. Но, так же, как пишут эксперты комментарии в клинических рекомендациях, что к тройным комбинациям пока стоит относиться с осторожностью, потому что отсутствуют какие-то явные данные о том, что все-таки какая подгруппа пациентов или какая группа пациентов, какие характеристики пациентов должны быть учтены для того, чтобы назначить тройную комбинацию. Лично у меня, тоже изучив полностью все эти, два эти исследования, тоже не скружилось какого-то мнения о том, какой категории, какой группе пациентов я бы назначила триплет. Поэтому мне лично тяжело и сложно ответить на данный вопрос. Кому бы я все-таки на врачебном консилиуме назначила данную комбинацию? Но, может быть, у кого-то появятся какие-то мысли, может быть, даже у кого-то уже есть какой-то опыт назначения триплетов. Ну, собственно, было бы интересно послушать ваше мнение. Клинические рекомендации по системной терапии у нас обычно, как правило, для меланомы включают первую линию, вторую линию и химиотерапию. И мы с вами знаем, являемся грамотными умными людьми о том, что первая линия терапии для пациентов с браф-мутацией у нас определяется, исходя из объема опухолевой массы, либо мы назначаем комбинированную иммунотерапию, либо моно-иммунотерапию в первой линии, либо мы идем на комбинированную таргетную терапию в случае большой опухолевой массы пациентов в первой линии, а вторая линия терапии у нас, соответственно, определяется в зависимости от того, что мы назначали в первой линии терапии. И, как правило, варианты третьей линии терапии у нас ограничиваются либо химиотерапией, либо попыткой вернуться к таргетной терапии, если на ней был хороший эффект, либо попытка в третьей линии еще, допустим, скомбинировать комбинированную иммунотерапию, если она не назначалась, но там уже мы действуем, соответственно, по ситуации. И так как мы понимаем, что эффективность последующих линий терапии, конечно же, она снижается, и чем оптимальнее мы назначим первую линию терапии, тем, соответственно, лучше будет продолжительность, дольше будет ответ на терапию, лучше будет продолжительность жизни наших пациентов, то, конечно же, уже чем более предлеченный пациент, тем сложнее выбрать наиболее оптимальный, эффективный режим. И вроде как кроме химиотерапии у нас фактически ничего не остается, но малоэффективность химиотерапии при меланоме, безусловно, она имеет место быть. И тут у нас появляется новый раздел в лечении в клинических рекомендациях, появляется третья линия терапии, это прям новый раздел системной терапии, обратите на это внимание. И, собственно, появляется новая опция, комбинация пембролизумаба и лимботениба. Обращаю ваше внимание на то, что это флейболное значение. И, собственно, небольшое исследование проведено по изучению эффективности данной комбинации. Это однорукавное исследование, в котором было показано, о том, что данная комбинация позволяет получить прибавку к общей выживаемости 13 месяцев. Ну, в принципе, на самом деле это очень даже неплохо по сравнению с той же химиотерапией, хотя, конечно, прямого исследования здесь химиотерапии не проводилось. Собственно, практически я уже даже закончила, потому что мы переходим к последнему разделу, который поменялся в клинических рекомендациях. Этот раздел посвящен лечению пациента с метастазами в головном мозге. И если нас вдруг слушают радиотерапевты и нейрохирурги, то я очень рекомендую вам обратить внимание на данный раздел, потому что в нем довольно-таки хорошо, емко и объемно расписывается подход к лучевой терапии нейрохирургии. И впервые, собственно, в данном разделе эксперты нам прописывают алгоритм выбора тактики лечения пациентов, в котором также включают онлайн-калькулятор по прогнозу общей выживаемости данной категории пациентов. Что мне понравилось, что здесь, конечно, эксперты уточнили дозы глюкокортикостероидов при наличии масс-эффекта неврологической асимптоматики. Ну и, безусловно, очень много текста посвящено именно лучевой терапии, стереотоксической лечевой терапии и, собственно, нейрохирургии. Из такого привлекательно интересного в данном разделе – это появление опции бевоцезумаба. Для пациентов, у которых имеется асимптоматический перифокальный отек метастетических очагов либо радионекроз, который резистент к проводимой стероидной терапии. Ну и, собственно, бевоцезумаб здесь рекомендуется проводить в содружестве между курсами системной терапии, между курсами системной основной терапии. То есть, назначение бевоцезумаба здесь не отменяет проведение основного метода лечения и он имеет исключительно ограниченные показания, которые больше связаны с наличием все-таки симптомов либо радионекроза. Рекомендуется введение бевоцезумаба минимум от четырех введений и, собственно, до прогресса неврологических симптомов или улучшения рентгенологической картины или явления непереносимости. Рекомендуется в двух вариантах ДОС раз в две недели, либо раз в сведение, раз в две недели, либо раз в три недели. И также обращаю ваше внимание на том, что это является оффлейбл назначением. В принципе, на этом все. На самом деле, быстро так удалось пробежаться по этому обзору. Спасибо вам большое за внимание. Если вдруг будут вопросы, то, соответственно, я готова на них буду ответить. Так, ну, вижу, что вопросов, в принципе, в чате нет. Значит, все было понятно. И это, на самом деле, очень радует. Поэтому спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, что для вас это было полезно. И, собственно, вам легче будет сегодня уже сориентироваться в этом обновленном клиническом рекомендации, в этом обновленном Клинреке. Ждем обновления КСГ. Надеюсь, что комбинации графинибов и бенетинибов там все-таки появятся. И также хочу сказать, что 23 января у нас будет также второй обзор на изменения в клинических рекомендациях. Поэтому следите за анонсами на сайте Русско. И приходите на ежегодную конференцию Русско по меланоме. Всем спасибо. Хорошего дня или вечера. Продолжение следует...